привет меня зовут александр запорожцев я гитарист из волгограда если вы хотите научиться с легкостью играть скоростные пассажи или рифы то я с удовольствием готов поделиться с вами основными положениями и секретами такого важного аспекта как постановка рук прежде чем приступить к изучению всевозможных видов техник необходимо как следует ознакомиться с принципами движения рук и пальцев правильно поставленные руки это та база тот начальный шаг который не позволит вам зайти в тупик и даст вам хороший запас в технике если вы хотите играть легко без напряжения и боли в руках после занятий репетиций то изучайте движение и следите за ними я помогу вам разобраться тема нашего первого видео урока постановка правой руки мы начнем именно с нее поскольку визуально ее движение более обманчиво по этой причине нередко можно встретить гитаристов с хорошо развитой левой рукой но зажатой правой рассмотрим три основных варианта движения правой руки любое движение является развитием одного из них или суммы нескольких движение пальцами движение кистью движение предплечьем наиболее перспективным является последний вариант при этом работают вот эти мышцы рассмотрим его внимательнее чтобы ощутить необходимые для игры мышцы давайте расслабим руку опустим кисть под собственным весом и выполним следующее движение старайтесь почувствовать их от того насколько хорошо вы прочувствуете свою руку будет зависеть успех вашего развития в технике теперь вообразите ситуацию что вам на руку села насекомое вы спешите избавиться от него стряхнув его резким движением поделаем так несколько раз работа именно этих мышц именно в таком режиме служит основой для движения правой руки возьмите гитару и сделайте стряхивание по струнам обратите внимание что при данном движении по руке проходит волна и выходит в кончик медиатора посмотрите с другого ракурса обратите внимание на этот прогиб вспомните наше первое движение и убедитесь что прогиб сохранился делайте движение резко бросайте руку под собственным весом старайтесь при заглушенных струнах добиться щелчка смотрите внимательно медиатор будто описывает траекторию дуги движение наверх несколько сложней в отличие от предыдущего мы не бросаем руку а наоборот подбрасываем ее отработайте оба движения и объедините теперь важно научиться сохранять качество этого движения при более мелкой работе руки но прежде внимательно рассмотрим хват медиатора обратите внимание что медиатор лежит между подушечкой большого пальца и ребром указательного важно чтобы он лежал не в начале короткой фаланги а на ее кончике сделаем короткое но резкое движение при ударе по одной струне траектория удара превращается в прямую линию ударим вниз и вверх при этом движение вверх зеркально противоположное движению вниз и наконец поставим руку на бридж чтобы при этом сохранить прогиб запястья раздвигаем пальцы в стороны а пальцы которые держит медиатор вытягиваем в сторону струн подробнее раздвижение вытяните руку и раздвиньте пальцы в стороны теперь то же самое только держа медиатор и немного согнув пальцы обратите внимание как вытягивается контур с медиатором при данном раздвижении отмечу что не нужно опираться на бридж всем весом руки касание очень легкая в данной постановке извлечем звук движением вниз и вверх применяя концепцию движения удар резкий хлесткий при этом не нужно атаковать по струне за счет замаха на начальных этапах допускается большая амплитуда ухода медиатора от струны а также большая площадь соприкосновения медиатора со струной но в дальнейшем это все необходимо будет сократить посмотрите на эту линию на руке она послужит ориентиром для перехода от струны к струне замечу что линия будет перемещаться но точка опоры все равно останется на месте расположите руку так чтобы линия оказалась в районе 5 струны или немного ниже с этого положения вам будет удобно играть по 6 и 5 струнам для того чтобы было удобно играть например на четвертой струне избежать залома руки необходимо переместить руку так чтобы линия оказалась между третьей и четвертой струнами в этом положении вам будет удобно играть по ним посмотрим на переход далее аналогично перемещаем руку так чтобы линия на руке оказалась между второй и третьей струнами для игры по первой и второй струнам вот тут будьте очень внимательны линия находится над второй струной а точка опоры находится здесь в исходном положении таким образом у руки три положения для игры по трем парам струн старайтесь при игре на любых струнах держать руку с раздвинутыми пальцами так чтобы ладонь примерно была параллельно корпусу гитары при этом кисть должна быть сфокусирована энергия волны передаваться без потерь в кончик медиатора а пальцы не создавать противовеса для того чтобы эффективнее развить мелкую моторику я рекомендую разгонять вам руку следующим образом снимаем ее с бриджа и вешаем в воздухе можно опереться мизинцем на деку и играем так чтобы запястье было максимально расслаблено на любой скорости вот теперь вы в полной мере ощутите насколько глубоко можно погружать медиатор чем глубже вы будете это делать тем больше будет создаваться трение и как следствие запястье расслабить не удастся теперь ваша рука стоит максимально удобно и комфортно и вы можете смело переходить к упражнениям на медиаторные штрихи и межструнные скачки межструнные скачки удастся и Продолжение следует...